Итак, четвертый пункт, мишени оппозиции. Мишени, ее мишень, ее мишень. У нас была реальность оппозиции, цели оппозиции, ее тактика. Теперь ее мишени, ее мишени. Первая мишень, это Новый Завет. Мы как бы говорим сейчас в целом о разной оппозиции, но все-таки основной акцент мы делаем на еврейскую оппозицию в итоге. Понятно, да? Хотя говорим вообще обо всей оппозиции. Ее мишень, Новый Завет. Первое, что вы можете часто услышать, это то, что в отношении Нового Завета вам могут сказать, что он полон противоречий. Уже кто-то встречался с таким? Это, знаете, такая, можно сказать, стандартная фраза по поводу Нового Завета, чтобы сказать, что это неправда или что-то еще. То есть он полон противоречий. Можете себе отмечать, что вы были в курсе вообще, о чем будет речь идти. Значит, он противоречив сам в себе и также противоречит Ветхому Завету. То есть утверждение в том, что Новый Завет противоречив, будут направлены на то, что он противоречив сам в себе и что он противоречит Ветхому Завету. Противоречит Ветхому Завету. Ну и скажу вам, конечно, если вы конкретно зададите, например, вопрос по поводу того, в чем же, например, противоречие Нового Завета, допустим, в самом себе или по отношению к Ветхому Завету. Чаще всего человек вам не сможет ничего ответить. Да. И можно понять, что просто они слышали от кого-то это, да, это как бы стандартное выражение, стандартная фраза, как стандартная нападка такая. Поэтому вы просто можете спросить, ну, приведите какой-нибудь пример, мне, может быть, тоже интересно знать, о чем вообще речь идет. Да, и вы увидите, что ответа, в принципе, не будет никакого. Следующее, что он необъясним. Мы сейчас говорим о Новом Завете, да, что они будут, что мишенью будет оппозиция Новый Завет. Он необъясним. И он необъясним, знаете, в каком смысле, что они не могут его понять. Не в том, что кто-то не может его объяснить, а в том, что вот для них это непонятно. Может быть, они даже начали читать, к примеру, и вообще не понимают, о чем идет речь. Поэтому, если они не могут его понять, или они не удовлетворены нашим объяснениям, он должен быть ложью. Ну, то есть, Новый Завет является ложью. Понимаете, да? Ну, в их понимании и в их разговоре по отношению к вам будут, ну, говориться такие слова. Ну, Новый Завет — это вообще как бы, типа, какая-то ерунда или что-нибудь в таком духе там. Сплошная ложь. Потому что вообще непонятно, о чем там говорится. И вы, например, спрашиваете, а что вам конкретно непонятно? И человек, допустим, там, может быть, вдруг в действительности приведет какой-нибудь пример. И вы ему объясняете. И его не удовлетворяют ваши объяснения. И он говорит, это все равно ложь, потому что меня это не удовлетворяет. Если человек заранее настроен на то, чтобы, знаете, его все не удовлетворяло, то вы его ничем не удовлетворите. Какой бы вы ответ даже богословски правильный не дали, он все равно этого, если не хочет понимать, он не будет понимать. Или они могут, например, сказать, например, понимание Троицы. Троица, да? В Новом Завете вообще не говорится о Троице. Часто можно услышать такую фразу, да? И вы можете с этим согласиться. То есть, да, этого выражения действительно в Стемном Завете нету по отношению Троицы. Но для того, чтобы понять, ну, вообще понимать, что Бог в действительности является триединым, то надо рассматривать всю Библию в целом, как Ветхий Завет, так и Новый Завет, и видеть то, что Бог нас к этому приводит. Ну, я уверен, что это объяснение им тоже не подойдет никаким образом, просто это мишень очередная. Или могут сказать, он противоречит разуму, несправедлив или неприятен. И самым коварным вопросом, который может быть с их стороны, чтобы доказать, что Новый Завет несправедлив, они вам скажут. Но скажите, вы хотите сказать, что это правда, что все ваши неспасенные родственники пойдут в ад? Это очень такой, знаете, с их стороны всегда такой сильный аргумент, что Новый Завет — это неправда, это ложь. Ну, какой человек хочет согласиться с тем, что его неспасенные родственники пойдут в ад? И они затудут вам этот вопрос. Но вам нужно быть честными, поступать по вере и сказать им, да, это правда. Я верю, что каждый человек, который неспасен, он пойдет в ад. Второе, на что они могут нападать, что является их мишенью, это другие верующие или историческое христианство, они попытаются дискредитировать весть путем дискредитации вестников. Они попытаются дискредитировать весть путем дискредитации вестников. Обычно, когда вы разговариваете с еврейским человеком и начинаете ему свидетельствовать, чаще всего в ответ вы можете услышать вот что. Ну а как же Холокост? А как же немцы, которые верили тоже в Бога? У них на пряжках даже было написано «С нами Бог». И они говорили, что они христиане, что они исполняют волю Божью. А как же, например, крестовые походы? А все события, которые были связаны с истреблением евреев, инквизиция и все остальное, вся их цель будет направлена на то, чтобы опорочить, дискредитировать христианство. Знаете, я в таких случаях люблю рассказывать отрывок из фильма «Убежище». Видели фильм такого «Убежище»? Фильм «Убежище» видели? Семья одна верующих спасает евреев в Нидерландах. Знаете, когда обычно мне задают такой вопрос по поводу того, что ну вот христиане там то виноваты, в этом виноваты и так далее. И знаете, я людям рассказываю часть из этого фильма. Я говорю, есть такой фильм, называется «Убежище». Он рассказывает об одной христианской семье, которая прятала евреев у себя во время оккупации фашистов. Я говорю, и все они погибли, только одна сестра осталась оживая, пройдя через концлагеря вместе с евреями. И я рассказываю эту историю, что они взяли еврейского младенца к себе в дом, пришел к ним пастор. И они попросили этого пастора, чтобы пастор забрал этого ребенка к себе, потому что он жил вне города, ну как бы в сельской черте. И он сказал, нет, ни в коем случае, этого нельзя и так далее. И мне понравилось высказывание, которое сказал Тембум. Он говорит, что если мышь посадить в коробку из-под конфет, она не становится от этого конфеткой. Другими словами, что он хотел сказать? Он хотел сказать, что если человек носит какую-то специальную одежду, называет себя христианином, это не говорит о том, что он является на самом деле таковым. Как написано, что «по делам их, узнаете их». Поэтому во все эти времена, я объясняю так, да, это было, это реальность, это история церкви, это все было. Но во все эти времена, о которых вы говорите, были и те христиане, которые помогали евреям, которые заботились о евреях и так далее. Помните, просто если вы хотите ответить на вопрос, и люди хотят на самом деле знать правду, то не вы соглашайтесь с тем, что это реальность, это было. То, что они говорят, это факт, который нельзя изменить. Но есть и другой факт, что были всегда истинные верующие, которые помогали евреям. Следующие. Также их мишенью будет оспаривание мессианских заявлений Нового Завета. Мессианских заявлений Нового Завета. Иногда даже Ветхого Завета. Часто оспариваемые, это Исайя 53 глава, то, по поводу чего всегда хотят поспорить, что на самом деле там не говорится о страдающем мессии. Или, например, Исайя 7.14, где говорится о рождении младенца. Ее мишенью оппозиции также являетесь вы сами, очень часто. И в данном случае все, что они делают, они пытаются, как мы уже читали, да, осмеять вас, напугать вас или еще что-нибудь сделать, чтобы вы прекратили заниматься тем, чем вы должны заниматься. И первое, что они могут часто спросить вас, они зададут вам вопрос, а вообще вам можно верить? Ну, тому, что вы вообще говорите. Вам лично можно верить? И они могут спросить, а какое у вас образование? У вас достаточно образования для того, чтобы я мог доверять всего тому, что вы сказали? Какое у вас образование? Поэтому вы недостаточно объемом знаний обладаете, чтобы принимать правильные решения. Вы имеете еврейское образование? Вы имеете какое-нибудь религиозное образование? Чтобы точно знать, о чем вы здесь говорите. Также они могут сказать, вы уверовали в то время, когда испытывали эмоциональную нужду. Часто вам могут сказать так, что вам нельзя доверять и нельзя верить тому, что вы говорите по одной причине. Потому что вы уверовали именно в тот момент, когда вы испытывали эмоциональную нужду. Поэтому ваша вера – это всего лишь какой-то, знаете, эмоциональный спрыск. Или, например, вы можете услышать такую фразу. «Тот, кто вы или то, почему вы верите, определяет, истина это или ложь». «Тот, кто вы, могут так вам сказать, определяет, это истина или ложь». Но вы можете на это ответить. Да, я могу не иметь образования того, которое было бы удовлетворительно для вас. Я, может быть, уверовал в тот, в действительности, эмоциональный момент, когда я был в каком-то таком состоянии. Но это никак не влияет на то, что в действительности является истиной. Потому что я никаким образом не влияю на истину. Потому что истина исходит от самого Бога. И то, что я здесь говорю, это слова Божьи, которые сказаны в его Писании. И я верую, потому что в действительности я верю, что это истина. Вы можете принять эту истину, можете не принять. Это ваше решение. Но я хочу вам сказать, что есть эта истина. Также они могут нападать на ваш характер. На ваш характер. То есть они могут пытаться, знаете, уловить вас в чем-нибудь. Например, посмотрите, что вы делаете со своей семьей из-за вашей веры. Вся ваша семья теперь находится в определенном эмоциональном срыве. Никто не может спокойно успокоиться и начнут вот это вот. А как ваша бабушка относится к вашей вере. Это вот стандартно, просто стандартно. А как ваши родители реагируют на это. Что вы отошли от веры отцов. И так далее. То есть в таком духе. Но знаете, самое интересное, что сегодня уже я стал сталкиваться с тем, что и многие стали говорить в отношении веры православной то же самое. Стоишь, свидетельствуешь на улице, подходят и говорят, ну как, ты же был крещён в детстве и так далее. Почему это ты вдруг перекинулся в другую церковь и всё такое проще. И начинают бить в то же самое. Интересно, что почерк, слова одни и те же. То есть мы можем сразу увидеть, что всеми этими людьми кто-то руководит. Это правильно. На что ещё они могут, знаете, что ещё может быть их, ну, мишенью оппозиции, это искренность. Ваша искренность. Вам может быть брошен вызов. Каким образом? Вам могут сказать, если вы действительно верите, дайте мне свой кошелёк. Серьёзно вам говорю? Ну, если вы верующий. Иисус сказал, что просящему дай. Они сразу вам приведут пример. Ну, Иисус же сказал, что просящему дай. Я понимаю, что вы знаете, что в Допрудителе надо быть рассудителем и так далее. Но они будут, они будут бить, это их мишень. Они будут бить на вашу искренность. Они будут говорить, ну, какой же вы тогда верующий, если вы даже не хотите мне ничего дать. Или, например, по отношению вашей искренности может быть, знаете, такой компромисс. Если вы действительно искренне, то пойдите со мной в синагогу, чтобы поговорить с раввином. Ну, я скажу, что это вам тоже не нужно. Никуда ходить. Потому что цель их какая? Помните, да? Чтобы увести вас с места этого, да? Он скажет, ну, если ты в действительности вот искренне, вот ты мне здесь рассказываешь, пошли со мной в синагогу, расскажешь там раввину. Всё то же самое. Ну, поверьте мне, что вы пойдёте с ним в синагогу, с вами никто разговаривать не будет. Может, вас даже в синагогу не пустят. Вот. Но смысл заключён в чём? Чтобы вы перестали делать то, что вы делали. Поговорим ещё о методах оппозиции. Методы. Во-первых, вы можете увидеть, что они чаще всего реально избегают реальных вопросов, насколько это возможно. То есть, они говорят, знаете, о том, о сём, как бы, но не задают никогда конкретных и реальных вопросов. Помните, да, я сказал, что их нападки, например, там, Новый Завет или ещё на что-то, но вы спросите конкретно, скажите, что вы имеете в виду. То есть, и разговор будет продолжаться в таком же, знаете, нападническом таком духе, но конкретного ничего не будет говорить. Не будет ничего реального. Знаете, избегаются реальные разговоры. Да, совершенно правильно. Итак, значит, их методы. Они избегают реальных вопросов, насколько это возможно. Избегают реальных вопросов, насколько это возможно. Второе. Стремятся запугать. Верующих заставить не верить. Неверующих не дать рассматривать вопрос без предубеждений. Верующих они хотят запугать, чтобы те перестали верить, а неверующих, чтобы они не рассматривали вопрос без предубеждений. Третье. Предполагают что? Предполагают что? Вы примите их авторитет и будете относиться к нему с уважением. Что вы примите их авторитет и будете относиться к нему с уважением? Да, они предполагают. Оппоненты предполагают, что вы примите их авторитет и будете относиться к ним с уважением, к нему, к этому авторитету. Так же, что ответственность доказательств лежит на вас Ответственность доказательств лежит на вас Другими словами, если ваши доказательства покажутся им недостаточными То вы должны, по их мнению, признать, что они правы То есть вам задали вопрос, вы на него ответили В ответ вам сказали, ну знаете, то, что вы сказали, оно меня не убеждает По этой причине вы должны признать, что вы неправы Но если человек уже настроен заранее, что он все принимает только таким образом, что это неправда Все, то есть, что бы вы ни говорили, для него будет это всегда неправда Сейчас мы поговорим о ценности оппозиции Вы знаете, на самом деле, в действительности в оппозиции есть определенная ценность Во-первых Присутствие оппозиции показывает, что группа, на которую вы нацелены Осознает ваше присутствие и ваши усилия И что у вас получается Знаете, если вы что-нибудь делаете в духовном смысле, свидетельствуете и так далее И если как бы все проходит очень и очень тихо, спокойно и гладко И дьявол абсолютно не беспокоится То подумайте, наверное, вы То это говорит о том, что вам надо подумать Вообще вы находитесь в правильном положении Делаете ли вы то, что нужно было делать Что его это все удовлетворяет Ему все подходит Понимаете, да? То есть, с другой стороны, не нужно провоцировать кого-то, чтобы у вас просто была оппозиция Как Петр пишет, помните, да? Что если вы страдаете из-за имя Христова То вы блаженны, да? Но если вас бьют, потому что вы ведете себя таким образом То вы не страдаете из-за имя Христова Присутствие оппозиции показывает Что группа, на которую вы нацелены Осознает ваше присутствие И ваши усилия И что у вас получается Я скажу вам сразу, заранее Если вы хотите следовать за Ишуа То знайте, что вы не сможете жить со всеми в мире По той причине Не что вы не захотите А по той причине, что мир не захочет жить с вами в мире Второе В чем заключена ценность оппозиции? Оппозиция Это проверка Вашей позиции на честность Оппозиция Это проверка Вашей позиции на честность И здесь, знаете, очень важно Действительности, что когда вы ведете разговоры Будьте честны Если вам задают какой-то вопрос На который вы, например, не знаете ответ Вам нужно просто сказать об этом Вы знаете, я не знаю ответ на ваш вопрос Но если вы хотите, мы можем встретиться Я спрошу у других Или ознакомлюсь с подходящей литературой И мы можем с вами продолжить этот разговор Никогда не обманывайте Не придумывайте ничего Когда вам задают вопрос Еврей вы или не еврей Говорите тоже Прямо, без всяких проблем А вот То есть Не придумывайте ничего Знаете, не сочиняйте Оппозиция усиливает действие Евангелия Да Оппозиция усиливает действие Евангелия Знаете, когда оппозиция восстает То Многие люди благодаря оппозиции Узнают Евангелие Евангелие узнают о вас Вот Например, я скажу, что Евреи за Иисуса, наверное, не были бы Так известны среди еврейского общества Если бы не было бы оппозиции Вы можете войти на любой сайт И везде о нас есть информация У них на сайте, не на нашем На их сайтах Есть всегда информация Моя жена, когда мы остались в Нью-Йорке После кампании Делать последующую работу И мы посещали евреев, которые оставили нам адреса Позвонила одной молодой женщине И договорилась с ней встретиться Ну и там, это на Брайтон-Бич Мы находились, это было недалеко Там буквально, ну сколько, ну 10 минут Ей нужно было пройти И она пошла к ней на встречу Значит, когда она вошла к ней в дом Таасара сказала Ну все, я все уже знаю еврей за Иисуса Вот, и с каким уже, знаете, настроением Она говорит, откуда вы знаете? Ну пока вы шли ко мне Я быстро посмотрел в интернете Какая есть о вас информация Ну можете себе представить На еврейских сайтах Какая о нас есть информация Но когда, знаете, они продолжили беседу Они говорили и так далее То женщина сказала Да, не всему нужно верить, о чем пишут Вот И они потом продолжили общение дальше То есть они продолжали Разбирать Евангелие, разбирать Писание Поэтому, знаете Свидетельство Возьмите микрофон Есть тоже свидетельство на эту тему Я когда уверовал Обошел всех своих друзей И рассказал Поделился с ними благою весть На том уровне, как я тогда это мог Значит И вот в кругу моих знакомых Пошел такой вот Слушаю, у меня поехала крыша Значит, и как-то на базаре я встречаю Еще одного своего товарища С которым я еще не встречался И он первый мне задает вопрос Говорит Ну то есть он такой простецкий парень Говорит Это правда, что у тебя крыша поехала? А я спрашиваю Откуда ты узнал? Он говорит Да вот, народ говорит Я начал с ним общаться И он уверовал Слава Богу Если бы они не говорили ничего по этому поводу Может быть, никогда бы и не зашел разговор на эту тему Четвертое Оппозиция Оппозиция Дает возможность проповедовать Евангелие там Где это не было возможно ранее Оппозиция дает возможность проповедовать Евангелие там Где это не было возможным ранее Помните, я вам рассказывал о евангелизации во Львове Когда фашистская газета Поместила наш трактат у себя на первой полосе Несколько раз такое происходило и с разными еврейскими газетами Они помещали наши трактаты у себя на Например, я помню, в Одессе было так Они поместили один наш трактат с двух сторон Причем вот так напечатали полностью Такой заголовок был Вот посмотрите, вот это распространяют евреи за Иисуса Это ложь, вы это не берите, не читайте этого Не читайте этого, да? И полностью поместили наш трактат на странице Как вы думаете, когда людям сказали, не читайте этого? Я уверен, что все прочитали это, правда? И там была вся информация, как с нами связаться Мы тогда очень много получили телефонных звонков Знаете, в результате вот этой вот статьи Потому что людям стало даже интересно Они стали звонить и спрашивать, что же это такое Мы однажды дали объявление, что Мы всем желающим, кто позвонит, к нам напишет Вышлим диск с фильмом DVD, который называется Истории выживших в Холокосте Это фильм, который рассказывает о людях, которые прошли через Холокост И пришли, о евреях, которые пришли к вере в Ишуа И знаете, я понимаю, что то объявление, которое мы дали Прочитало не так много людей Но наше объявление перепечатала еврейская газета С объявлением о том, что это очень страшный фильм Его смотреть не надо никому Отказывайтесь от него Не соглашайтесь принять его и так далее Они сделали очень хорошую рекламу нашему фильму Мы получили очень много заявлений по поводу того, чтобы Выслать людям этот фильм и посмотреть его Другими словами Оппозиция — это часто хорошо Да, они мешают нам, знаете Нам неприятно, нам бывает иногда больно и так далее Но очень часто это дает возможность действительности проповедовать там, где мы не могли бы этого делать Я скажу, благодаря оппозиции, еще раз повторюсь Многие знают о евреях за Иисуса в еврейской среде Пятое Когда оппозиция неистова, жестока и нечестна Она подчеркивает контраст между их поведением и нашим Когда оппозиция неистова, жестока и нечестна Она подчеркивает контраст между их поведением и нашим Это было очень много раз интересно в том смысле Даже в Днепропетровске в 2002 году Когда люди, посылаемые Лигой Маген Они очень агрессивно так выступали против Знаете, вели себя хамски И очень многие еврейские люди, проходя, видя это Они, знаете, реагировали совершенно по-другому Они говорили Эти люди какие-то нормальные Какие-то вообще приличные, порядочные люди А вот эти люди, которых прислали из синагоги Посмотрите, как они себя ведут похабно С ними просто вообще невозможно иметь дело То есть, вот такое лицо, как бы, оно показывало то Что люди отношения сразу меняли Ну, понимаете, да? Они видели разницу Между тем, когда оппозиция себя ввела таким образом и другим Ави Снайдер как-то пришел на празднование одного праздника Куда был свободный вход для любого еврея Все, что он сделал, он прицепил себе значок Где было написано «Евреи за Иисуса» Когда его увидели внутри Его взяли под ручки и выкинули оттуда Ну, люди как-то так возмутились А что вы, мол, взяли этого еврея, выкинули отсюда По какой причине там? Никто не ответил на этот вопрос Снайдер оттряхнул с себя всю пыль И вернулся назад в зал Его снова взяли под ручки и выкинули Люди стали возмущаться гораздо больше Что так себя вести невозможно Ну и что, что этот еврей верит в Иисуса Но он же еврей Он пришел с нами праздновать праздник Пусть он находится вместе с нами Когда он в третий раз вернулся в зал Его пытались выкинуть из этого зала То люди стали на его защиту И сказали, если вы еще раз такое себе позволите Мы просто покинем это помещение И они успокоились и оставили его там в зале Он присутствовал там на этом празднике Но для многих это было свидетельством Вы понимаете? Номер семь Сила оппозиции Сила оппозиции Сила оппозиции находится в нашем страхе Унынии Утомлении И гордости Сила оппозиции Сила оппозиции Находится в нашем страхе Унынии Утомлении И гордости То есть как только Мы боимся Унываем Утомляемся Или Гордость поднимается внутри нас Оппозиция тут же Становится сильной Она укрепляется Сила их Именно в этом Когда с нами происходит Вот это Второе Единственный Кто может остановить нас Единственный Кто может остановить нас Как вы думаете Я скажу вам Господь никогда не остановит вас В том чтобы вы проповедовали его слово Единственный Кто может остановить нас Это вы сами Больше никто не может вас остановить Если вы говорите о Павле То насчет Павла был разговор о том Что Бог просто сказал Что ему нужно идти в другое место проповедовать Бог не остановил его Чтобы он перестал проповедовать Бог сказал ему Ты должен идти в другое место проповедовать Но не о том Чтобы Павел перестал проповедовать Если вы помните Мы разбирали Бог сказал Павлу Не бойся Не умолкай Но говори Поэтому В действительности Нас может остановить Только сам я Тебя можешь остановить только ты Запишем 1 Коринфянам 15 глава 58 стих 1 Коринфянам 15 глава 58 стих Исайя 51-7 Филиппийцам 1.28 Римлянам 8.28 1 Коринфянам 15 Исайя 51-7 Исайя 51-7 Филиппийцам 1.28 Римлянам 8.28 Записали? Перерыв